привет друзья рада приветствовать вас на моем канале сегодня я хочу вспомнить очень вкусное блюдо из моего детства и не только из моего это картофельные зразы с капустой и думаю среди вас тоже найдутся любители этого чудесного блюда родственники зраз существуют в разных странах в литве например готовят цепелины в беларуси это колдуны на карибах браджиолис не ошибаюсь их там фаршируют разными начинками но и может быть есть еще какие-то весь вспоминаете друзья пишите в комментариях с удовольствием поделимся для нашего сегодняшнего блюда нам понадобится картошечка около килограмма в сыром виде мы уже ее отварили водичка слила в подсоленной воде и мука для теста также капуста морковка лучок я взяла луковичку такую синюю красивую можно брать беленькую и конечно наши специи соль и перчик черный а будем делать начиночку для этого у нас спиртовая капустка морковка лучок делаем нашу начиночку наливаем масло сейчас будем капустку обжаривать как морковочка и с лучком сначала мы обжарим добавляем сразу морковочку перемешиваем будем добавлять капусту и и накрываем крышечкой. Капустка наша уже потушилась и мы будем ее снимать и охлаждать. Приготовим местечко для наших готовеньких зраз, чтобы складывать. И будем готовить тесто. Так, пюрешечка у нас остыла хорошо. Здесь уже есть соль, мы можем добавить перчик. По вкусу посмотрим. Мы добавим сюда понемногу муки и будем смотреть. Немножко будем подсыпать. У меня мука цельнозерновая. Можете брать какую-то белую, пшеничную. Я ее не люблю, честно. С ней тоже можно готовить. Начинаем наш процесс. Берем картошечки. Ручка. Немножко муки. Делаем такую лепешечку. Будем делать, наверное, не очень огромные, не очень маленькие, среднего размера. Делаем нашу капусту в серединку. Стараемся побольше начинки, чтобы вкуснее было. Можно либо стараться вот так вот защипнуть, либо сверху положить. Будем сейчас попробовать оба варианта. Вот так мы ведем по принципу вареника. Если класть, конечно, меньше начинки, то будет проще. Но тогда чем больше начинки, тем вкуснее. Пробуем по второму способу. Положить начинку и сверху еще положить картошечки. Аналогичную. Может быть, даже первый вариант был лучше. И защипываем вот так. Может и этот вариант. Мне кажется, этот вариант удобней. О, этот классный. Так и будем делать. Красавец получается какой. Или красавица. Так, немножечко в муку. Наливаем масло. Вот так примерно. Или даже нужно будет больше. Вот у нас уже разогретая сковородка заранее. Так и нужно. Чтобы наши красавицы хорошо пожарились. Так и сейчас будем аккуратненько по одной. Вот так проверим. Все в порядке. Да, они прилипают, не пригорают. Жарится классно. Вот уже корочка. Будем переворачивать сейчас. Переворачиваем. Вот так. О, какая красивенькая. Как раз корочка вот такая и должна быть. Так, снимаем нашу красоту. Я очень аккуратненько так. Хоп. Как раз. 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 Наши зразы с капустой готовы. Украшены немного. И я очень хочу их попробовать. Даже хочешь попробовать. Наверное, вот эта. Курочка классная. Хрустящая даже. Сейчас я ее сильнее открою. Начиночки много. Запах, честно, очень классный. Очень вкусно. Это тот самый вкус детства, только еще вкусней. Я рекомендую поскорее вам отбросить все дела и бежать это готовить блюдо. А еще, если у вас будет свободная минутка, она будет, конечно, за просмотр моторолика, поставьте мне лайк. Подпишитесь на наш канал. И скорее готовить. С вами была Нелли. До встречи. Приятного аппетита. Приятного аппетита.